Моя Родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, друзья, начинаем смелый эксперимент, невиданный, противоречившийся специальной науке и так далее. Надеюсь, будет у меня слышно. Итак, перед нами ветки, уничтоженные, якобы, грибами. Вот, они вообще уничтожены человеческой глупостью, на самом-то деле, но все валят на грибы. Буду говорить громко, чтобы было слышно. Итак, мы с вами начинаем суперэксперимент. Вы даже не догадываетесь, о чем пойдет речь. Вот здесь вот на бетоне я начинаю чистить... О, они живы. Ребята, они живые. Ну, ладно. Жалко, конечно, я и грибы жалею. Их нельзя трогать, но это особый случай. Погубив немножко грибов, мы спасем людей от отравы, мы спасем людей от ядохимикатов, спасем деревья, спасем садоводов от каторжного труда. Вот, видите, что я делаю. Вот это считается, вот это вот жуткой вещью. Вот эти дарчи, еще нашел, вот они. Вот, вот они. Вот здесь вот на торце, это считается, вот эти, которые тут растут, считается гриб-крутовик. Это тоже крутовик. Вот, самый жуткий, самый смертельный, якобы. С ним борются, опрыскивая деревья, не понимая, что на самом-то деле он внутри. А это, так же, как грибы, которые мы собираем. Это тело, которое дает нам, им-им, дает им пыльцу для размножения. А сам гриб внутри, все, смотрите, что я делаю. Внимание, вот. Вот это, вот это, вот это. Смотрим, смотрим. Смотрим. Сейчас я проведу жуткий эксперимент. Знаете, почему? Потому что я сейчас попробую заразить деревья, буду все оставить всю жизнь доказывать. Что заразить деревья спорами грибов невозможно. Как же и сделать-то. Вот. Они живые, они мягкие. Вот. Это надо, чтобы они еще умерли. Они умрут только тогда, когда полностью съедят мертвую часть дерева. Подчеркиваю, мертвую. Все. Берем теперь сюда. Я готов этот эксперимент провести в десятикратном размере. В стократном размере. И в тысячекратном. Я готов в лесу найти таких грибов. Они считаются самыми страшными. Вот. Несколько кубометров. Вот. Погрузить на вертолет. И опрыскать свой сад. Не опрыскать, а посыпать сверху. На свой сад. Тонными грибов. Вот. И не заболеет ни одно дерево. Ни одно дерево не заболеет. Понимаете? Это абрикос. Это вылочная вишня. Вот. Это еще абрикос. Вот. Персик. Вот он персик. Настоящий. Персиковее не бывает. Вот. Китайская слива. Еще китайская слива. Жалко, кончилось у меня. Вот. Я патологоанатом, друзья. Моя судьба особая. Знать вещи, которые не знает больше ни один сектор на свете. Почему? Садовый патологоанатом один на планете. Я распиливаю деревья. И что я вижу? Я вижу, что через раны проникает мороз внутрь. За морозом. Уничтоженный, который уничтожает этот самый... Морозом, который уничтожает древесину живую. Только когда она делается мертвой, вот, только после этого грибы начинают есть свою законную добычу. И я им не мешаю. Вот здесь был шикарный абрикос. Вот здесь был шикарный абрикос. Вот он. Видели все, что осталось? Вот. Когда я купил этот участ в 15-м году, вот, все три дерева доживали свой век. Потому что сосед отпилил нижние ветки скелетные. Они ему мешали. Он все делал с одобрением официальной науки. Нижние ветки дереву не нужны. И вот люди, которые считают себя учеными, которые имеют ученые степени, на наших глазах берут, иначе берут, подходят к такому дереву. Ну, какому? Например, к такому. Да. И отрезают все ветки до уровня головы и выше. Вот. Считая, что они... Как-то они умудряются, что это надо. И получается десятки ран. Потом деревья болеют и умирают. Вот это последний из абрикосов. Шикарный из абрикоса королевский. У меня есть куча фотографий. У меня есть специальные фильмы снятые. Вот. И вот последний еще живой. Что предлагает официальная наука? Подойти к нему, увидеть... Да. Раны искусственные и естественные раны. Вот они, морозобойные. Предлагается здесь постелить тряпку. Да. И начать. Это знаете, что такое? Это лишайник. Вот. Это грибы. Вот. Видите? Это грибы. Вот. А это лишайник. А еще из мхи. Но на этом дереве мох еще не образовался. У меня на том участке есть несколько деревьев с мхом. Я говорю, мох, особенно с северной стороны, это защита дерева. Это его шуба. Нет. Что вот это вот считается вредно, ненужно и предлагается. Я это делаю символически. Все соскоблить, скоблить, скоблить, скоблить. Многие предлагают, когда видят вот это, вырезать до этого, до мяса, то есть до древесины. Вот это предлагают вырезать. Потом замазывать. Я говорю, не смойте, не подходите. Дерево себя уже залечило. Да, вот это вот, там где мы видим, это называется лишайник, да, в данном случае. Там под ним мертвая древесина. Он ее жрет, но он же и уже сидит на дереве, и он уже становится симбионтом. Он ее защищает. Защищает, защищает, видите. Вот. Вот это все надо проходить в школах, в институтах. Все по-ному, все наоборот. Вот. Вместо этого нам предлагается постелить тряпку, скоблить, 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 тряпку унести и сжечь. Вот. А я говорю, что если дерево здоровое, вот мы сейчас только вот это дерево посыпали, молодой абрикос, мы сейчас посыпали вот этим вот. Вот. И еще полагается вот это все вместе, всю траву, всю листву, все убрать, все это до черной земли. Считается, что все это дерево уничтожает. Чепуха. Молодое дерево. Никто его не уничтожит, пока не возьмет человек пилу. Пилу вот такую. Опа. Вот такую вот пилу. И не начнет деревья калечить. Ветки лишние отрезать. Вот что такое. Вот как вот это вот. Это мой призыв. Не смейте этого делать. Придумано много инструментов. Стамесками дерут деревья. Стамесками, представляете. Ножами, шпателями. С ума посходили. Еще раз говорю. Если я, ну, допустим, в лесу такого добра много, целый день бы собирать, собирать, собирать. Несколько кубометров вот это вот в виде трухи. Погрузить в вертолет. Посыпать мой сад этим. Вот он сад. Молодой, здоровый. Вот. Ничего не случится. Не заболеет ничего. До тех пор, пока они начнут калечить. Вот. Я специально вам показал, что это. У меня, к сожалению, мало таких грибов. Я хотел бы побольше их набрать. Вот таз приготовил. Хотел их побольше набрать. Для чего? Чтобы посыпать так, чтобы звучало зловеще. Вот сейчас, представляете. Ну, мало, мало, мало. Чтобы видно было, что дерево будет жить, 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 пока я его не изувечу своими руками. Как я его буду вечить, я железом. Очень просто. Вот. Очень просто я буду вечить. Не этим и не этим. Вот. Я к нему подойду для того, чтобы срезать вот эти ветки. Эти ветки предназначены вам на продажу. На продажу, понимаете. И здесь, в данном случае, бесценные черенки бесценных сортов. Они не имеют в себе аналогов во всей России. Вот. По моростойкости... ...наджурский абрикос. Вот. Может быть, плохо было видно. Я смотрю, настройка была сбита. Ну, голос-то был слышен. Итак. Это бесценные сокровища. И эти бесценные сокровища я еще улучшаю. Видите прививку? Видите? Вот интересно, что я такого привил? Абрикосный абрикос. Вот. Академик пианиста. Да, правильно. Я на свой академик привел. Академик пианиста. А вот вторая прививка. Вот она. И таким путем я еще умудряюсь и увеличивать размер плодов. Как это уже другой вопрос. Это и телегония, это и вегетативная гибридизация, которую отменили, запретили и прокляли. К сожалению, официальная наука. Что есть, то есть. Вот. Ну, а мы, что? Мы выращиваем удивительные сорта. Мы не калечим деревья. Мы не отрезаем нижние скелетные ветки. Вот. Мы не осветляем вот так вот. Знаете как? Вот. Если вот так вот растет, да? Вот. Это сколько здесь лишних веток. Видите? Сколько лишних веток. Не сметь, не трогать, не прикасаться. Не осветлять, не прорежать, не делать никаких ран, ничего. Не делать то, что называется модная обрезка на изготовление чаши. Чтобы туда внутрь проникало этот самый солнце. Все. Все, я говорю, нельзя, нельзя не трогать, не подходить, не резать, не осветлять, ничего не делать. И тогда у вас будет сад. И тогда вот этого не будет. Вот. И вот это вот. Видите? А вот эти вот естественные раны. Вот она. Морозобойна. Вот. Они прекрасно заживают сами. Сами, сами, сами. Вот, видите? Страшнее раны не бывает. Смотрите. Казалось бы, страшнее раны не бывает. Вот уже грибы. Не трогать, не скоблить, не сдирать вот эту вот. Вот эту вот не сдирать. Вот эту вот. Не сдирать оттуда, не выковыривать оттуда грибы. Ничего не делать. И она вас отблагодарит. Как отблагодарит? Конечно, скоро умрет. И завечил ее мой предыдущий хозяин. Это мои саженцы он так увечил. Вот, видите? Он так увечил. Это еще повезло, что он не делал обрезку на кольцо. А вот так вот отрезал. Я его не учил, просто он так взял, интуитивно нарезал. Вот, видите? Ну, а дерево пытается восстановиться. Смотрите. Видите? Вот это тоже проклятые. Они называются волчки жирующие. А я говорю, что эти волчки уже в следующем году, вон на них сыты. Цветы все почки. Это новая крона за место вот той, которая уже еще оплодоносит, еще покрыта цветами, но у нее уже приростов нет. Видите, нет? Вот еще есть маленько приростов, совсем маленько. Но это уже будет совсем другая история. Я надеюсь, что этот фильм посмотрят. Я надеюсь, поймут. Вот. Побывает в чудо-саду. Вот с такими приростами. Вот. Вот с такими приростами. Я уже перед этим фильм снимал, но, конечно, все показать не мог. Вот. Видите? Приросты 2 метра. Это специальные маточные деревья. Да, у них короткий век. Да, я еще грибы покажу, которые я не собираюсь сдирать. Не собираюсь. Видите? Вот. Я отрезал эти ветки. Взамен дали вот такие приросты. Это называется обрезка на омоложение. И обрезка на создание новых этих самых. Однолетних приростов, мощных, красивых. Видите, откуда пошло? Специальная обрезка. Еще раз. Специальная обрезка. Ниже получилось сколько? Два побега. Всего два. Ну, не считая мелочи. Всего два. И вот отсюда она еще и скелетные ветки дала. Два метра, видите? Вот. Рядом еще. Здесь было обрезано. Получилось раз. Вот эта ветка. Ну, нормальная. Метр с копейками. Две мелкие. И, наконец, мощнейшая ветка. Вот она пошла. Еще одна два метра. Она умудрилась дать скелет с плодовыми ветками. Вот они. И тоже два метра. У меня будет проблема, друзья. Я уже, так сказать, жалуюсь вам. И, по большому счету, самое ценное это здесь. Здесь. Вот эти вот. Но невозможно ее... Не, это лучшая копулировка невозможна. И клин из нее делать тоже невозможно. Потому что сильно-сильно толстая. Вот, смотрите. Сильно толстая ветка. Вот. И, получается, приходится брать уже вот такую ветку. Если это два метра, то вот это полтора метра. Вот с этой полутора метровой я уже могу вот здесь вот брать. Делать этот косой срез. Вот на такой толщине я уже могу. Я. Но это я. Потому что у меня остро заточенный нож. Немецкая фирма. Т.Т. Вот. Рука заточена. Десятки тысяч саженцев. Привил и вырастил. Десятки тысяч. И получается, что чем толще привой, чем толще подвой, ну, такой, равный подвою, равный подвою, толстый-толстый, он дает такие приросты. И саженец нормально привитый, но это тоже даст такие приросты. До двух с половиной метров однолетние у меня саженцы однолетние до двух с половиной метров высотой со скелетом я умею делать. Есть фотографии, есть фильмы, вот, фильмы уже тысячи, фотографии тысячи, статей специальных тысячи, вот, если удастся такой вырастить за один год, вот такой вот, это и будет мощнейший саженец, который потом даст вам десятки ведер за один год. Десятки ведер за один год. Все, благодарю за внимание, что хотел, сказал, вот, вот, еще раз, специальная, отсюда хорошо видно, специальная обрезка для создания маточного сада. Это однолетний прирост, однолетний прирост, больше двух метров, и, наконец, однолетний прирост, больше двух метров, еще и скелет заложил, и цветочные почки заложил. Благодарю за внимание, начали мы за упокой, вот, то есть, к сожалению, наука официально, не так традиционно, требует уничтожать грибы. Грибы, ребята, умоляю, не трожьте грибы, они вам не враги, не трожьте грибы, умоляю, не трожьте грибы. Грибы, ошибка привела к тому, что миллионы тонн ядахимикатов тратят на уничтожение этих грибов. Они едят только мертвичину, только мертвичину, только мертвичину. От того, что вы будете их поливать, они могут немножко скукожиться от яда, и все. Но вы попутно отравите почву, вы попутно отравите себя, плоды, вы попутно отравите грибы, не только грибы, да, подземные грибы, мекоризу, ценнейших насекомых муравьев. Вы отравите червей, все, все, все подземное богатство, отравите бактерии, вот, только потому, что это ошибка борьба с грибами, ошибка страшная, лютая. Я кричу, 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 на весь мир кричу. Единственное в мире патологоанатом. Ой, высказался, может мне так легче будет, а то хожу от дерева к дереву, думаю, да как вас отучить от этой глупости, от этого невежества, от борьбы с грибами. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.